Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Arizona RP. Вся дополнительная информация в описании. Перед началом данного ролика, перед тем как я начну вам всё это рассказывать, я бы хотел сказать, что по IP-шнику в описании на Arizona Roleplay Phoenix вы сможете зайти и ввести там мой никнейм Dante Connor, после чего при достижении 5-го игрового уровня вы на руки своего персонажа получите целых 300 тысяч вертов и всего-всего прочего, при помощи чего вам будет более чем легко играть, можете мне во всём этом поверить. Поэтому вся дополнительная информация находится в описании. Так вот, сегодня мы с вами немного поговорим про то, как работают самповские СМИ, причём СМИ, которым даже я доверял. Я понимаю, что сейчас в САМПе, в самповской сфере, в самповской вот этой, я не знаю, журналистской сфере присутствует много всяких разных вещей, да, которые, ну, сами знаете, пишут про всякую хуйню абсолютно точно ненужную, которая абсолютно точно никого не интересует. Я такие журналы сразу обозначу, и когда со мной происходят какие-то вещи, я от них вообще абсолютно точно никакого освещения не жду. Даже сейчас могу сказать, САМПе, Ютуб, твой блогер, блять, твой ютубер, не знаю, как называются вот все эти журналы. Лайф САМПе, в Лайф САМПе я вообще забанен непонятно за что. Наверное, то, что выебал мамку Владислава Павлова у них там в комментариях, а у них за этим, знаете ли, следят. Даже когда какая-то рекламная публикация выходит в комментарии, чтобы вы понимали, там закрыты, как бы люди всячески, ну, вот, ну да-да. Вот люди, в общем-то, всячески вот так вот, следя за своим сообществом, как бы их право, их право там банить за что-то, я не знаю, там, не пускать людей новости, посмотреть, да, на вот их вот эту вот, так сказать, сферу вот этих вот их журналистских расследований и всего прочего. Хотя какие там расследования пишут там, тому-то дали галочку, тому-то там не дали галочку и так далее. Вот от этих СМИ я никогда ничего не жду, потому что, блядь, вы сами понимаете, полное, ну, даже если они про что-то там напишут, даже если они про что-то там сообщат, то они проверят информацию абсолютно точно ни разу и выставят еще и, допустим, меня как виноватого человека и, в общем-то, ну, про все это, я думаю, нет смысла сообщать, потому что, ну, блядь, сами понимаете, что из этого всего выйдет. Но также я нередко отмечал два журнала, это Самворлд и Рукстар Бомбит. Если в случае с Самворлдом я понимаю, что они тем ютуберов не касаются абсолютно точно никогда и к ним у меня никаких претензий нету, то вот Рукстар Бомбит позиционирует себя как уже такое, знаете ли, сообщество, которое пишет обо всем, потому что, как мне сам заявлял вот этот вот там главный редактор или кто там, он, я не знаю, про что еще писать-то, да, а писать-то больше не про что, сами понимаете, да, то есть, вот, и знаете ли, в чем дело, то есть за вот там сколько с нападения на меня прошло уже более месяца, да, ни одного поста в Рукстар Бомбите не было. Я уж молчу про другие паблики, которые я там назвал, ни одного поста не было. Представляем, на меня, блядь, напали, на меня, и причем не какой-то там хуй, говорит, да, там, не Трипи Унварда, о котором нахуй никто не знает, а кроме меня и людей, которые активнейшим образом смотрят мои видеоролики, а напал, блядь, Андрес Украина, нахуй, полмиллиона подписчиков, и ладно, когда у меня еще не было никаких пруфов и так далее, но не так давно вышел обзор, да, в котором показаны все вот эти вот пруфы, показано то, как человек на меня нападает, показано то, как Павлов на все это, как бы, реагирует, тем самым подтверждает, что это никакой, блядь, не фотошоп, да, не 3D-моделирование, ничего прочего там нет, как бы, все это подтверждает, то, что на меня действительно напали, там, рассказывает, кто, где и как стоит, то есть уже дает какие-то показания, можно сказать, блядь, для следствия. Тем не менее, самповские журналы, вернее, даже самповские журналы, потому что тут мы затронем всего один журнал, в которых я находился, с которым я находился в хороших отношениях, но, тем не менее, да, тем не менее, я в последнее время уже замечал, что контент какой-то они не пилят новостных статей, вот у них уже не было, блядь, давным-давно, я уже не помню, когда я в последний раз от Рукстар Бомбита нечто подобное читал, и мне уже кажется, что пора отписываться, да, вот этот вот, знаете ли, райдер у них, который проходит ежегодно, в котором постоянно, блядь, фигурируют одни и те же люди, одни и те же люди там постоянно фигурируют, и ничего более там не происходит, знаете ли, вот, и все, я про это все говорю, потому что я имею на все это право. Тем не менее, тем не менее, Рукстар Бомбит, да, хорошо относился к ним, несмотря на то, какую хуйню они там делали, это, безусловно, их право, я считал это как какой-то медиаисточник, какую-то штуку, на которую можно рассчитывать, в случае чего, да, в случае каких-то, я не знаю, нападений на меня, всего прочего, потому что это более-менее активное сообщество, это более-менее активный самповский журнал, и так далее, и сами заявляют, что писать им не прошло, да, то есть поэтому берутся за каждую там вот эту вот самую малейшую статью, и, ну, сами понимаете, да, вот, соответственно, что могу сказать, прошло как бы более месяца с нападения, были предоставлены уже все пруфы, только извиняюсь, конечно, заявление в полицию, да, не предоставлено, но уж тут извиняйте сами, да, как бы не мусорнулся в этот раз, в следующий раз мусорнусь, скорее всего, не знаю, как пойдет, вот, и, в общем-то, ну, вот, как-то так все это происходит, и прошло более месяца, Рукстар Бомбит ничего не написал, вышел ролик с нападением, где я рассказываю то, как все это нападение происходило, вышел ролик юмористический, там, якобы интервью с Украем, вышел сам по обзору, в котором показаны все вот эти вот видеоролики того, как на меня напали, нет, все, Рукстар Бомбит-то он молчит, разумеется, зачем про все это писать, зачем про все это говорить, ну, нахуя, да, можно же отношения с ютуберами испортить, да, мы же, как бы, не какой-то независимый журнал, да, мы же пишем только тогда, когда с ютуберами, там, с нашими любимыми что-то происходит, да, вот если с каким-то, я не знаю, а если на кого-то человека ютубер, блядь, напал тот же самый, то нет, вы понимаете, на меня, блядь, напали, на человека, у которого есть какой-то медийный ресурс, на человека, которого знают абсолютно все, сам, в сфере сам познают, там, блядь, ну, можно сказать, практически все вот эти вот редакторы всех этих журналов меня знают, да, потому что я поливаю их говном регулярно, и, опять же, я повторюсь, я ничего не ждал от журналов, которых я поливаю говном, да, то есть освещение от них мне нахуй не нужно, но почему от Рокстар Бомбит я получаю вот такой вот нож в спину, почему? Постоянно, там, брал у них какие-то статьи, постоянно указывал авторство, постоянно рекомендовал людям, да, вот это вот журналы, и вот сейчас получаю вот такое вот, да, что вот про мою ситуацию, про мой случай, который нужно, безусловно, осветить, чтобы все это просто так не осталось, Рокстар Бомбит не пишет, почему? У них, блядь, выходит, там, один пост раз в два дня, они не могут написать про мою ситуацию поста, какого-то, я не прошу статью расписывать, да, брать какие-то комментарии у Андре Сукре, заведомо зная, что он, блядь, ничего говорить по этому поводу, блядь, и комментировать не будет, я нихуя не, я прошу просто осветить ситуацию, все, как это было, с непредвзятой стороны, просто, блядь, вот я шел в колледж, блядь, меня встретил, блядь, GTA Самп Ютубер полумиллионник, да, с такого ракурса можно осветить эту проблему, не вставая на чью-либо сторону, или как, вот, Рукстар Бомбит, ну как это получается, мы так не умеем, или что, почему? Потому что, ну а зачем Рукстар Бомбит, правильно, испорним отношения, все, в каких-то случаях нас не упомянут нигде, да? Ебать, пиздец, я до последнего оставался верен Рукстар Бомбиту, несмотря на то, что они там делают, несмотря вот на этих, знаете, конкурсы постановочные, закрыл глаза, сказал, с кем, у кого, блядь, ошибок-то не бывает, а я сейчас понимаю, что, блядь, весь этот журнал одна сплошная ошибка, потому что, понимаете, а сколько вот таких новостей, да, которых мы не знаем, потому что они замалчиваются, потому что они не пишутся, блядь, они на меня напали, блядь, на меня, нахуй, ни на какого-то, блядь, школьника, у которого, блядь, ВКонтакте, там, нахуй, 30 друзей, закрытая страничка ВКонтакте, блядь, нет, нихуя, блядь, напали на меня, на публичного, нахуй, человека, который всю эту ситуацию у себя на канале осветил все факты, все доводы, все дал, блядь, просто развить информацию куда-то дальше, что, не можем мы так сделать или что Рукстар Бомбит? Так получается, блядь, вот так вот получается, я не знаю, просто если бы вы писали чисто там про игровые тематики, да, там про сервера, статьи какие-нибудь бы там выпускали постоянно, вот как сам Войл тот же делал, претензий бы у меня к вам вообще никаких не было, ну, серьезно вам говорю, а так получается, что вы о ютуберах пишете, да, а вот мою проблему почему-то замяли, почему так получается, Рукстар Бомбит, ну, мне непонятно, почему, всегда вроде все нормально, всегда там списывался, вот со мной вот этот вот гендиректор, блядь, или кто он там, генредактор, постоянно говорил, да спасибо там за то, что вот так вот сказал, постоянно там под роликами что-то комментировал, говорил, блядь, ну как это, а Рукстар Бомбит контент не пилит, мы пилим контент, мы все пилим, блядь, у нас все есть, просто, знаете ли, для статей нету каких-то новостей, да, вот, чтобы прям в статье все расписывать, у нас такого нету, блядь, ну вот ситуация произошла, в статье можно расписать, можно у двух сторон, блядь, спросить, что они думают, как это было с их стороны, блядь, осветить проблему как-то можно, нет, блядь, а нахуя это надо, ну правильно, а нахуя, для чего спрашивается это все нужно-то, а? Можно же просто там написать вот эти вот, знаете ли, инстастори с большевички, запостить, где она, блядь, выделяет биг бэби тейп, показывает фак, можно же так сделать, да, можно же так, ну разумеется, да, Рукстар, ну а как, блядь, Рукстар Бомбит, все получилось, ну че, Рукстар Бомбит для меня умер, и не просто из-за моей ситуации, да, из-за того, что мою ситуацию не осветили, просто я не представляю то, сколько происходит ситуаций, да, там, с какими-то маленькими GTA-самп-ютуберами, которые просто не выпускаются в том же Рукстар Бомбите, да, я молчу про другие сам журналы, я уже сказал, которые в Рукстар Бомбите просто не выпускаются, мы об этом не знаем, блядь, может кому-то там из мелких самп-ютуберов помощь нужна, может кто-то там, я не знаю, на операцию маме собирает, не может собрать, а Рукстар Бомбит это не освещает, откуда ж мы все это можем знать-то, если ничего не освещается, блядь, откуда, поэтому и на обзоре просмотров мало, на котором пруфы все предоставлены, в следующий раз хуйня какая-нибудь произойдет, блядь, какого-нибудь самп-ютубера там нахуй в комментариях оскорбят, он поедет, человека нахуй застрелит, блядь, вы так же, вы, блядь, помолчите, вы ж пуси, блядь, у вас яичек, нахуй перепелиные яйца у вас там, блядь, все, вы в карманчик сложите и сидите, блядь, пишите, Артур Митин зарегистрировал инстаграм для собаки, давайте поддержим, блядь, выбираем лучший лаунчер, блядь, пиздец, вы, блядь, у вас штат редакторов, нахуй, вы о чем пишете, блядь, это что за хуйня, я один такую залупу вести могу, штат редакторов, блядь, это же, наверное, еще кто-то редактирует, да, я не знаю, выражения подбирают, наверное, да, как правильно сказать, блядь, сколько тут, один, два, три, четыре, блядь, и главный редактор пятый, блядь, четыре редактора просто, бля, да нахуй эти сам журналы нужны вообще, ну, правильно, бля, мы, вы нахуй, блядь, постите там, я не знаю, просто рекламку вот эту вот, да и все, а вам хули еще надо-то, блядь, какие, ну какая журналистика, нахуй, какая вообще, блядь, ну, пиздец, сидите, блядь, пишите про собак этих сам ютуберских, нахуй, я не знаю, пацаны, блядь, ну это, это воще уж, блядь, не серьезно, Это пиздец, блять Я хуею, блять Я хуею просто с этой хуйни со всей, блять Все, ладно До свидания, блять Субтитры сделал DimaTorzok